Дорогие люди, всем огромнейший привет! Мы сегодня с вами поговорим про искусственные задержки в развитии. Мы с вами обсудим 5 пунктов, как сделать так, чтобы не допустить вот эти самые искусственные задержки в развитии у своих детей. Но для начала мы должны с вами коротко, но ёмко я постараюсь выразиться, обсудить вот эти вот самые искусственные задержки в развитии. И если на протяжении вот этого вот времени, на протяжении вот этого моего короткого спича эмоционального, вы почувствуете себя разъярённой, злой, захотите закидать меня тухлыми помидорами или написать мне какую-то гадость в комментариях, для меня это будет обозначать только одно, что я попала в вашу болевую точку, что вы узнали в этом себя, что вы поняли, что вы на самом деле являетесь виновником вот этой вот искусственной задержки. Мы сейчас говорим именно про искусственную задержку, потому что это огромная боль всех специалистов, это наша боль и наши слёзы. Потому что когда тебе приводят ребёнка, который физически здоров, он родился здоровым, и вот все задержки, которые у него есть, речевые, психоречевые задержки, задержки в физическом развитии, очень часто спровоцированы именно родителями, мамой в большей степени или бабушкой. Бабушке сейчас тоже, да, у нас, скажем так, не фонтан, потому что вот бабушка, которая даёт своему ребёнку развитие, как, например, это было в моём детстве, когда меня бабушка учила вязать, вышивать, шить, когда она играла со мной в лото, учила меня тому, сему, пятому, десятому, приучала меня к порядку, учила меня готовить, лепить пельмени и прочее-прочее, резать, пользоваться ножом и занималась этим. Не потому что так было в книжке какой-то написано, а потому что это было её природой. Сейчас, если мы посмотрим на некоторых бабушек, которые катят ребёнка в коляске, а ребёночек в телефоне сидит, вот они сидят со своим внучком или со своей внучкой и не знают, чем его занять, они ему мультики включают, они ему конфеточки дают, они его откармливают, чтобы он такой пухленький был, чтобы он повернуться не мог, да, чтобы у него уже детское ожирение началось, чтобы он деградировал с этими мультиками, чтобы он в этом гаджете сидел, не вылазил. Такие бабушки, к сожалению, вот они сейчас есть, и такие же мамы есть, и поэтому это огромная на самом деле такая болевая точка для каждого специалиста, когда к тебе приводят здорового ребёнка, просто убитого безалаберно безответственным отношением к нему со стороны взрослых, которые должны быть ответственны, которые должны понимать, что они сделали, когда решили воспроизвести на свет новую жизнь, какой они взяли на себя ответственность, какие они взяли на себя обязательства. И вот эти вот мамы, у которых девиз по жизни «Мой ребёнок никому ничего не должен», вот такие мамы, они как раз и являются провокаторами, они и являются тем провоцирующим задержки звеном. Это боль всех неврологов, которые идут по коридору и видят, к ним выстроились мамочки на приём, а у каждой мамочки ребёночек в телефончике сидит, не у каждой, ладно, это тоже их боль, потому что они приходят с СДВГ, а сами из телефонов не вылазят, а сами дёргаются, потому что они только что проснулись, им сразу в руки дали гаджет, потому что по-другому мама с ними взаимодействовать не умеет, потому что они знают, что с ними делать, или потому что ей самой надо посидеть, или потому что она не хочет свою попу поднять с дивана или оторвать лицо от экрана и что-то вложить в своего ребёнка. Мы сейчас не говорим про раннее развитие, но мы с вами говорим про ту развивающую среду, вот мы сейчас с вами будем к пунктам переходить, которую мы можем создать нашим детям. И вот кто смотрел мой мастер-класс по системе Дай 5, системы всестороннего развития Дай 5, девчонки, абсолютно бесплатный мастер-класс на час. У нас есть там запись прямого эфира, больше чем час идёт. Есть прям мастер-класс в записи, вебинар часовой, где я пошагово расписываю, как не напрягаясь, занимаясь с ребёнком там 15-30 минут в день давать ему вот это вот развитие, чтобы у него формировалась любовь к познавательной деятельности, чтобы в принципе эта познавательная деятельность формировалась, чтобы он физически преуспевал, чтобы он интеллектуально преуспевал, чтобы у него речь развивалась. На самом деле, девочки, это очень-очень всё просто, это несложно, это не отнимает огромного количества времени, это всё можно реализовать в современных условиях. И я вам там на мастер-классе прям наглядно показываю, рассказываю, как это можно сделать. Я сама через это проходила, как мама, которая постоянно одна со своим ребёнком. Я вам много раз об этом рассказывала. У меня муж работает в другом городе, в разных городах, он всегда по командировкам. Я практически всегда с ребёнком одна. Свою маму я перевезла поближе к себе, точнее мы с сестрой перевезли поближе к себе, когда моему ребёнку было уже два с половиной или три года. К сестре тоже поближе я перебралась в этом же возрасте своего сына. До этого времени я находилась с ним одна, и я справлялась, и я при этом успевала как-то и блог вести, и за собой следить, и куда-то ездить. Я не потеряла себя, потому что была вот эта вот схема наработана у меня перед глазами. Пожалуйста, посмотрите мастер-класс, я уверена, что он вам очень многое прояснит, и он очень многое вам даст. А теперь мы с вами должны проговорить именно про искусственные задержки развития, как их не допустить. Первая обязанность родителя, который не хочет допустить искусственных задержек в развитии своего ребёнка, это создать для своего малыша безопасную среду. Если ребёнок находится вне безопасности, у него не может развиваться познавательная деятельность. И безопасная среда, это не когда вы посадили ребёнка в манеж, где он якобы в безопасности, это не когда он у вас в ходунках ходит. Это когда вы не создаёте дополнительную истерию, показывая ребёнку, что этот мир полон угроз, что этот мир полон опасности. Когда у ребёнка очень-очень много запретов, когда ему на каждое его какое-то поползновение, к познанию говорится нет, говорится истеричное нет, когда ребёнка запугивают, я сейчас уйду, я тебя сейчас брошу, тебя сейчас заберёт тётенька, тебя сейчас украдёт бабайка и так далее. Ребёнок понимает, что мир опасный, он не может запустить вот эту познавательную деятельность. То же самое сюда включено, когда у ребёнка, например, сенсорной дезинтеграцией, который не тактильный, который не позволяет к нему дотрагиваться чужим людям, он не хочет, чтобы они к нему подходили, он не выносит громких звуков, он не выносит толпы. Когда мы его насильно туда помещаем, когда вы понимаете, что ваш ребёнок боится вошедшую к вам в дом, вашу же маму, да неважно какой поблизости вам человек, это ваш близкий, это ваша подруга, это кто-то из знакомых, если у ребёнка есть вот этот вот момент, что он хочет за вас спрятаться, что он не хочет идти на ручки, вы должны его от этого защитить, вы должны его взять к себе. Спрятался он за вас, отлично спрятался, значит ему страшно, вы должны понимать, ему страшно. И если в этот момент вы не создадите ему вот это ощущение безопасности, он не сможет с вами заниматься, он не сможет при вас чувствовать себя в безопасности, потому что он будет понимать, что мама меня не защитит, мама хочет, чтобы я сквозь свой страх пошёл к кому-то на ручки, с кем-то насильно поздоровался, мама меня не защищает, и я не могу при маме развиваться. Это тот момент, когда ребёнок с одним человеком будет спокойно сидеть, заниматься, с другим человеком он будет невротиком. Почему? Потому что он не будет чувствовать себя в безопасности. И вот первая задача родителей, это создать для ребёнка безопасную среду, чтобы ребёнок рядом с мамой чувствовал себя, как за каменной стеной, что мама не позволит ко мне подойти незнакомому, если я этого не хочу, что мама, если вдруг мне в общественном месте кто-то делает замечание, что я плачу, что мама скажет, отойдите от моего ребёнка, не разговаривайте с моим ребёнком, да, это мой ребёнок, мама меня будет защищать. И то же самое по квартире. Когда у ребёнка очень много ограничений, когда вы не создали вот эту вот безопасную среду, не защитили розетки, не закрыли какие-то шкафчики, а когда у ребёнка нет возможности развивать свою познавательную деятельность, потому что это опасно, это опасно, это опасно, и мы не позаботились с вами о безопасности детей. И, кстати, когда я говорю про безопасность, я ни в коем случае, у меня даже отдельное видео на эту тему есть, я не говорю о том, чтобы создать истерию, и чтобы ребёнок у вас по дому в велосипедном шлеме ходил, или вот эти вот шапочки противоударные. Нет, это не про это. Мы говорим про реальную безопасность. Когда шкафы все прикручены к стенам, и вы знаете, что сколько бы ребёнок не открыл ящиков, на него не свалится комод, когда все острые режущие предметы, бытовая химия убрана в безопасное место, до которые ребёнок просто-напросто не дотянется. Но при всём при этом на уровне его роста находятся шкафы, которые он может открывать и которые он может изучать. Поэтому вот этот первый момент – это безопасность. Второй момент. Помимо безопасной среды, мы должны ребёнку создавать развивающую среду. И вот как раз, когда мы говорим про развивающую среду, мы говорим, что у ребёнка не должно быть ни ходунков, ни прыгунков, ни манежей, когда мы не ограничиваем движение своего ребёнка. Мы делаем это безопасно, но мы не ограничиваем движение ребёнка искусственно. Мы создаём вокруг ребёнка развивающую познавательную среду. Это делается и за счёт того, как мы расставляем игрушки в комнате. Вот если у вас, у вашего малыша, все игрушки сложены в какую-то одну корзину, вы сразу же ребёнку перерезали путь к развитию. У него должны быть игрушки, выставленные те, которые ему безопасно брать, от которых он ничего не проглотит, не оторвёт. У него должна быть стимуляция к тому, чтобы тянуться на уровень выше. У него, когда он ползает, у него должны быть игрушки по полу разложены, чтобы он мог к ним подползать, чтобы он мог их трогать. Я вам много раз рассказывала, мы тогда жили с Толей в однокомнатной квартире, и мне нужно было, если что-то приготовить, я прям ему по дороге из комнаты на кухню раскладывала какие-то предметы. Шнур от розетки, с поломанную зарядку, ну вот то, чем он любил, тыркаться, какой-то шланг от душа. Ну вот такие были игровые какие-то моменты, и были не игровые. Потому что вы знаете, что дети очень любят играть не с игрушками, а вот с какими-то реальными там вещами. И я создавала вот эту развивающую среду для ребёнка, когда вы на стену что-то прилепили, карточку какую-то, цвета, когда у ребёнка есть к чему расти, когда у ребёнка есть вот этот вот момент, что игрушки убраны на своих местах, они отсортированы, ребёнок начинает понимать логику, что здесь у меня машинки, здесь у меня конструкторы, да. Ребёнок видит вот эту упорядоченность, он начинает отслеживать логику, он начинает отслеживать эти моменты. Мы создаём развивающую среду. Когда у нас не играет постоянно фоном телевизор, музыка, наличие огромного количества игрушек, которые играют за ребёнка, когда ребёнку ничего не нужно сделать, он только нажал на кнопочку, и с ним уже робот поговорил, робот ему сплясал, и всё сделал. Ребёнок не приложил никаких усилий. Это игрушки, которые ведут в никуда. И вот развивающая среда – это развивающие игрушки. Конечно, очень часто на самых бесполезных и просто тупых и вредных игрушках написано развивающие, но мы с вами понимаем, что, зачем и почему. Развивающая игрушка – это когда ребёнку нужно приложить какое-то усилие и совершить какое-то действие, не нажать на кнопку, и вот там все вот эти вот огонёчки замигали и запели. Поэтому развивающая среда в любом возрасте очень важна, как мы выстраиваем комнату, как мы сортируем игрушки, как мы сортируем одежду. Вот в этом ключе. Третий очень важный пункт в недопущении искусственных задержек у своего ребёнка – это понимание особенностей своего малыша. Ребёнок рождается с определённым темпераментом. Какие-то дети более шустрые, какие-то более медлительные, какие-то более общительные. Им нужно вот это вот, да, общение. Им нужна какая-то тактильная связь. Какие-то дети более закрытые. И мы должны понимать, а кто перед нами. Какой ребёнок у меня. Никакой ребёнок должен быть среднестатистический. Никакой ребёнок у моей соседки, что вот посмотри, этот уже полез на лестницу, а мой никак не лезет. Вы должны понимать особенности своего ребёнка. Привожу пример опять же на себе. У меня ребёнок родился с диагнозом пренатальной энцилуфпатии, и у него сенсорная дезинтеграция. Он моторно неловкий, и мы с этой моторной неловкостью, вот сейчас ему уже 7 лет, мы до сих пор с ней работаем, мы работаем интенсивно. Очень много я посвятила этому времени в раннем возрасте, и до сих пор я стараюсь делать на это акценты. И я понимаю, а какой ребёнок у меня. Он у меня позже сел на 2 месяца, он позже пошёл на 2 месяца. Он очень такой осторожный. Почему это происходит? Потому что он не чувствует своё тело. Для того, чтобы мы с мужем научили нашего ребёнка залазить на ступеньки, естественно, мы сразу же поставили шведскую стенку в доме, и у нас в гости к нам пришёл ребёнок, который на год младше Толи. И он такой чук-чук-чук-чук-чук, и на самый верх залез. Мы за каждую ступеньку мы практически там закатывали какой-то грандиозный праздник, мероприятие, потому что для него это был подвиг. И мы осознавали этот момент, что у нас ребёнок боится. Опять же, много раз рассказывал, как мы его приучали к велосипеду. Сначала сядь, посиди. Вот он сначала минуточку посидел. Точнее, даже сначала у нас просто велосипед стоял в комнате, он на него смотрел, он боялся к нему подходить. И вот мы постепенно, постепенно, постепенно приучали ребёнка к этому велосипеду. Потому что мы понимали, какой ребёнок у нас. Очень важно знать особенности своего ребёнка. Какой он у вас? Он боится или не боится? Он гипервозбудимый? Или он наоборот такой вялый, апатичный? У него гипертонус? Или у него гипотонус? То есть вы должны понимать про своего ребёнка, какой он? Не переделывать его под себя. А вы должны отслеживать, а вот какой ребёнок у меня. Чем чреват вот этот вот момент, если вы пытаетесь своего ребёнка сделать таким, как, например, у соседки или у подружки? Вы не будете видеть его результат. Потому что вот у нас есть подружка, она младше Толи на полгодика. И когда мы Толи купили велосипед, вот этот не первый трёхколёсный маленький, а четырёхколёсный вот этот, да, со страховочными колёсами, она только его увидела, она хоп-така и пытается на него залезть, уже пытается там что-то как-то ездить, то ногами отталкиваться, то крутить. И если я буду ориентироваться вот на эту девочку, а не на своего сына, я не увижу, какой у моего сына прогресс. А он минутку просидел на велосипеде, позвонил, там звоночек, и это прогресс. Он разрешил себя подтолкнуть, и это прогресс. Я должна это отслеживать. Если я не буду это отслеживать, я махну рукой и скажу, «Ой, у меня ребёнок не может, ой, у меня ребёнок не высидит, у меня ребёнку это неинтересно». Потому что вы, например, увидели, как где-то в соцсети или у кого-то ребёнок сел и сидит за головоломкой, сидит, что-то тычет, пыхтит, старается. А ваш ребёнок подошёл, тяп-ляп и убежал. И вы что скажете? «Это неинтересно моему ребёнку». Это вот очень часто у меня бывает, когда там где-то под марафоном, под видео, «Ой, моему ребёнку это не подходит». Почему? Потому что вы не на своего ребёнка смотрите. Вы смотрите на чужого ребёнка, а вы на своего ребёнка смотрите. И тогда вы будете видеть его прогресс, что он сегодня 30 секунд посидел, а завтра 40 секунд посидел. И тогда вы не будете создавать вот эту искусственную задержку у него в развитии внимания, в развитии речевых навыков и прочее. Вы должны смотреть всегда на своего ребёнка и отслеживать прогресс своего ребёнка. Дальше. Четвёртый пункт. Отсюда исходящий. План развития ребёнка. Я вам очень часто показывала в запрещённой соцсети. Я вам часто рассказываю здесь, что я каждый год составляю своему ребёнку такой вот список. Мы с вами говорили про карточки навыков. Девчонки, специально для вас сделала карточки навыков для детей. Вообще делала я их для себя, для диагностики. Но я вам их в Телеграм скинула. Они вот прямо на Телеграм-канал подписывайтесь, заходите в графу файлы, и там есть карточки навыков. Видео есть про карточки навыков. Посмотрите, что план развития составляете. Вот в этом месяце или там вот в эти несколько месяцев я буду ребёнка учить держать ножницы. Вот в эти несколько месяцев я буду ребёнку учить шнурки завязывать, попу вытирать, самостоятельно расчесываться, самостоятельно чистить зубы. Там огромное количество навыков. Берёте одну карточку, составляете себе план, что вот я буду делать акцент на это. И отслеживайте опять же динамику. Как оно? Получается, не получается? Не ставим крест. Если вы оценили своего ребёнка, вы поставили сразу на нём крест. Вы уже его оценили. Вы уже его приняли как безнадёжный вариант, что это не для меня, это мне не подходит и прочее, прочее. Стратегия развития, план развития. Возможно, когда-нибудь запишу полноценный вебинар, как вот прямо расписывать навыки и как отслеживать динамику по ребёнку. Как я это делаю на занятиях у себя по каждому малышу. Как я это делаю у себя дома со своим собственным ребёнком. У вас должен быть план. Если не будет плана, соответственно, вы будете тратить время впустую. Вы будете за всё подряд хвататься, ориентироваться не пойми на что. И, соответственно, будете распыляться. И будете создавать искусственную задержку. Опять же. И последний, пятый пункт. Как не допустить искусственную задержку своего развития. Понимать про себя. Признавать свои ошибки. Признавать свои косяки. И самое главное, допускать возможность своих ошибок. И допускать возможность для себя быть неидеальной. Сейчас рассказываю. Про косяки, про ошибки мы... Я извиняюсь, да, что вот так вот она сленги на жаргоне про косяки. Но вот она у меня так в потоке, что говорится. Идёт так речь. Когда мы говорим про косяки, про ошибки, мы с вами понимаем, что вот здесь вот я дала слабину, запичкала мультиками. Вот здесь я не выстроила границы. Нужно было здесь настоять. На своём вот здесь нужно пожёстче. Вот здесь у меня очень часто моё да превращается в нет. Я вот провоцирую, да, вот такие психически нестабильные моменты у своего ребёнка. Это мы всё должны про себя понимать. Это мы всё должны в себе признавать. И это мы должны искоренять в себе, если мы хотим чего-то добиться, если мы не хотим провоцировать задержки у своих детей. Но что ещё очень важно осознавать? Так как я знаю, что большинство мам находится в той же ситуации, что и находилась я, когда ты один на один, 24 на 7 со своим ребёнком, и как бы мне ещё в этом плане, ну, можно сказать, повезло. Ну, отчасти я это сама для себя, да, всё создаю. У меня была возможность куда-то выезжать, где-то подзаряжаться, встречаться с друзьями, хоть ненадолго, но оставлять, например, со своей сестрой, потому что с мамой я очень редко оставляю своего ребёнка. Или там муж где-то мог подстраховывать, когда был не в командировке. Но вот этот вот пункт – разрешать себе быть неидеальной мамой. Для меня чашка кофе с утра – это святое. Если я в тишине не выпью свой любимый кофе, причём мне надо его не вот залпом выпить, а мне нужно его сварить, сделать себе красивенькое какое-нибудь, ну, там, или пирожное положить, или вот я люблю там обжаривать себе фрукты, да, там, что-то пэпэшное себе сделать. В тишине я должна выпить свой кофе с корицей. Если я этого не сделаю, у меня не будет ресурсов вообще ничего делать. И поэтому в этот момент я разрешаю себе быть неидеальной мамой. И я даю своему ребёнку мультики, гаджеты. Пока у меня Толя был ещё маленький, у него был такой игровой центр, где вот эти вот были, как раз вот этот вредный игровой центр, где вот эти все были кнопочки, нажималочки, мигалочки и так далее. У нас этой игрушки не было в свободном доступе никогда. Я её доставала один раз в день, на несколько минут, пока я пью свой кофе. Ну, когда я кормила грудью, я кофе не пила, я сидела, просто наслаждалась там тишиной. И был вот такой момент. И я себе это разрешаю, потому что если я не буду себе это разрешать, я сойду с ума, у меня не будет ресурсов, вот эти все остальные пункты выдерживать. Я разрешаю себе давать своему ребёнку смартфон, когда я беру его с собой в магазин, мне нужно в примерочный. Мне абсолютно наплевать, что там будут обо мне думать, говорить прохожие, бабульки, другие мамы и прочее, прочее. Я должна себе разрешать покайфовать в какое-то время. Если у меня нет возможности вот как-то качественно занять ребёнка или с кем-то его оставить, кто может его занять, я буду себе позволять вот этот вот момент. Но постольку, поскольку у меня все остальные тылы относительно прикрыты, постольку, поскольку я понимаю, да, вот пропорции, я это не делаю на постоянной основе, я это делаю, когда мне нужен самой вот этот вот временной ресурс, когда мне нужно самой чем-то наполниться, насытиться, я себе это разрешаю, мне не мучают по этому поводу угрызения совести. Потому что я понимаю про себя, если я это сейчас не сделаю, всё, всё остальное пойдёт прахом. У меня не хватит ни сил, ни времени, ни на что иное. И это нужно отслеживать в себе. И самое главное – соблюдать баланс. И поэтому, девчонки, вот эти вот пять пунктов, они помогут вам хотя бы самой. Сейчас и так, экология, продукты некачественные, медицина не всегда, да, помогает нам и очень часто оставляет желать лучшего, когда неврологи говорят, а, заговорит, ничего страшного, потерпите до трёх лет, заговорит. Я знаю, что очень многие мамы любят таких неврологов. Почему? Ну, потому что делать-то ничего не надо. Это, да, когда мы, как специалисты, там, нейроспециалисты, педагоги, логопеды, говорим, надо заниматься. Нет, им это неинтересно. Они ищут для себя специалистов, которые скажут, Катенька, ничего не делайте, всё само рассосётся. Это очень удобно. Поэтому, девчонки, вот эти вот простые пять пунктов соблюдайте. Это видео призвано дать вам такой пендель лёгенький, мотивации такую, для того, чтобы вы понимали, нужно соблюдать баланс, не нужно провоцировать искусственных задержек. Опять же, повторюсь, сейчас и так очень много факторов, помимо того, что я перечислила экология, продукты, медицины, к медицине мы можем ещё отнести не всегда качественные роды, потому что роды во многих больницах, во многих регионах принимают просто отвратительно, когда создаются вот эти вот всякие пенотальные травмы, родовые травмы, и ведение беременности не всегда качественное. Если мы ещё с вами будем добавлять своим детям, но тогда мы просто это всё не разгребём и не вывезем. Поэтому, девчонки, попки подняли, пять пунктиков соблюли, сделали время для себя, поняли, что вот здесь я побуду такой плохой мамой, не идеальной мамой, зато всё остальное время я буду соответствовать каким-то критериям и буду заниматься своим ребёнком, создавать среду, создавать безопасность, выстраивать границы и дам ребёнку то, что я ему могу дать. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, кто вытерпел это, кто это вместе со мной прошёл, потому что это же ещё и про меня, естественно. И подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram-канал, приходите на мой марафон по запуску речи за 10 шагов и всё будет хорошо. До свидания.